Всем привет! Решил записать для вас очередное лайв-видео. На этот раз это будут не ответы на вопросы, а своеобразный обзор тех материалов, которые я использую для рисования. Многие уже давно просили сделать подобное видео, даже несмотря на то, что в предыдущих роликах я уже частично на этот вопрос отвечал. Но если просите, значит делаю. В общем, это обзор моих рисовательных принадлежностей. Если вы смотрите рубрику лайв по каналу, то скорее всего вы мои постоянные зрители. И знаете, что основной мой конек это графика, то есть рисование простым карандашом. Поэтому собственно с карандашей и прочих материалов, которые нужны для графики, мы начнем этот обзор. Вообще за все то время, что я занимаюсь рисованием, а это наверное уже лет 14-15, я не так уж много карандашей попробовал. Первое время я вообще рисовал на чем попало, но со временем остановил свой выбор на карандашах фирмы Кахенур. Или Кахенур, не знаю как правильно. В общем, это вот такие желтые карандаши с коричневым кончиком. Здесь даже написано, что это серия 1500. Вы их постоянно видите в моих роликах на ютубе. Не могу сказать, что это самые лучшие на свете карандаши. Просто из тех карандашей, которые распространены в обычных магазинах, это оптимальный выбор по цене и качеству. Я пробовал карандаши подороже, например Faber Castell. Не могу сказать, что они гораздо лучше этих. На вид да, они поприятнее сделаны, дерево более плотное, они немножко лучше точатся. А вот Грифель, он по-моему абсолютно одинаковый. Я особой разницы не заметил для себя. Но они стоят подороже, чем Кахенур и достать у нас их сложнее. Кстати, в тему пару слов о том, где я покупаю свои художественные материалы. Где их вообще в принципе можно достать. Все зависит от той местности, где вы живете. Как правило, есть три варианта, где купить художественные материалы. Вариант первый. Если вы живете в каком-нибудь крупном городе, типа Питера, Краснодара, Новосибирска. То там по-любому есть специализированные магазины, которые занимаются товарами для художников. Просто, возможно, вы о них не знаете. Попробуйте поискать их адреса в интернете. Может, что-то подобное найдете. У нас в соседнем городе есть такой магазин. Иногда там закупаюсь. Обычно в таких магазинах выбор очень большой. Можно достать практически все, что угодно. Но цены немного завышены. По крайней мере у нас. В том магазине, в котором я закупаюсь. Вариант номер два. Это сетевые магазины-канцелярии. Самые распространенные в нашем регионе это сети Канцлер и Парта. В принципе, они есть практически в каждом городе. Даже не очень большом. Я чаще всего затариваю именно в этих магазинах. Если мне только не нужно что-то узкоспециализированное. Например, растворители для масляных красок, планшеты для рисования или фиксативы. Там такое редко встречается. Поэтому иногда приходится ехать в тот специализированный магазин, который в соседнем городе находится. Ну и наконец, вариант номер три. Это покупка материалов через интернет-магазины. Я сам очень редко пользуюсь этим вариантом. Посоветовать какие-то конкретные магазины я вам не могу. Потому что никто еще из художественных интернет-магазинов не стал нашим спонсором. В общем, вот такие три варианта знаю. Могу их вам посоветовать. Выбирайте уже сами, что больше вам подходит. А мы продолжаем наш мини-обзор. Расскажу о бумаге. Это тоже очень важный материал. Иногда даже более важный, чем карандаш. Тут я много чего попробовал. И альбомы, и бумагу в папках. И остановил свой выбор на бумаге для черчения. Собственно, я покупаю ее вот в таких папках. Это бумага от Гузнака. Постоянно вам ее советую. Это бумага формата А3. Бывают еще папки формата А4. Если мне нужен формат А4, я просто вот эту бумагу режу пополам. А если мне нужен формат побольше, то я покупаю ватман. Тоже Гузнаковский. Теперь расскажу о мелочевке. Сначала о ластиках. У меня вообще мелочевка вот в такой коробочке хранится. Это бокс от рулетика, от обычного. И я там храню карандаши, кисточки, лизаки. Всякую прочую, в общем, мелочевку. Итак, что касается ластиков. Они бывают разных видов. Например, вот такие стандартные привычные ластики. И ластики вот такого плана. Это ластик тлячка. Последние три года я использую на постоянной основе именно вот такие ластики. Я уже много о них рассказывал. Рассказывал об их преимуществах. Повторюсь коротко, что, во-первых, вот этот ластик, он гнется. Как пластилин. Ему можно придать абсолютно любую форму. Во-вторых, что самое важное, он очень бережно стирает. Дело в том, что этот ластик, он как липучка. Приклеивает все к себе. И, соответственно, он приклеивает тот пигмент, который находится на листе бумаги. Ну, например, графит, если мы говорим о простых карандашах. И при этом он бумагу абсолютно никак не деформирует, не портит. Единственный минус такого ластика, это то, что к нему нужно привыкнуть. И тогда все будет окей. Честно говоря, я после того, как пробовал вот такой ластик, привык к нему возвращаться вот к такому обычному ластику я не хочу. Пару слов о точилках. Вообще, обычные карандаши я затачиваю вот таким резаком. У меня есть набор лезвий к нему. Вот это очень удобно, потому что вот такой набор из 10 лезвий, он стоит примерно столько же, сколько вот этот резак. В чем преимущество от заточки вот таким ножом и как получить, например, вот такую заточку, я рассказывал вот в этом видео. Поэтому сейчас не буду повторяться. Если интересно, заходите и смотрите. Иногда бывают такие ситуации, что лезвием точить неудобно или нужно получить, допустим, вот такую заточку. Вот. В этом случае я точу обыкновенной точилкой. У меня вот такая точилка. Всем рекомендую покупать точилки на железной основе, чтобы вот эта основа была железная. Объясняю почему. Дело в том, что у пластиковых точилок часто ломается вот это основание и после этого точилка не может хорошо прижимать карандаш и, естественно, очень плохо начинают точить. Такие точилки железные, они, как правило, и подольше живут. Вот. Поэтому, если вы любите точить карандаши точилками, то рекомендую именно вот такую железную. Еще из мелочевки у меня есть растушевки. Меня часто спрашивают, чем я растушевываю. Вот. Это, на самом деле, обыкновенные обрезки из тряпочек для мытья посуды. Кто-то в комментариях писал, что это фетр. Я, честно говоря, не знаю, как эта ткань называется. Вот. Эти тряпочки по ходу работы очень быстро загрязняются. Я их не выбрасываю, а просто стираю под краном жидким мылом. Потом сушу хорошо, и они практически как новые. А вот этой тряпочке, например, три года. Можно, конечно, купить специальный инструмент для растушевки, если у вас, конечно, есть желание, деньги. Но его можно изготовить самостоятельно. Сейчас я покажу, как это можно сделать. Я уже показывал в одном из роликов. Нам нужен вот такой обрезок из плотной бумаги. Обратите внимание, что он не прямоугольный, а обрезан с одной стороны. То есть сужается немножко. Его нужно свернуть в трубочку, начиная с более широкого конца. За счет того, что он обрезан, получается на конце вот такая форма. И чтобы ваша растушевка постоянно не разворачивалась, ее можно изнутри промазать клеем. Главное, чтобы клей не попал вот на эту основу, которую вы будете растушевывать. И, в принципе, ей достаточно удобно работать. Такая растушевка нужна для того, чтобы растушевывать какие-то мелочи. Но так, в принципе, она не нужна. Иногда я вообще использую вот такой инструмент. Это палец. Им тоже удобно штриховать какие-то мелочи. Когда нет времени брать какую-то растушевку, я просто что-то подмазываю. И, в принципе, этого хватает. Думаю, что сейчас некоторые начнут говорить, что вот растушевку делать нельзя, чему ты учишь. Ну, во-первых, ее не рекомендуют делать учителя, которые обучают академическому рисунку. И я их в этом абсолютно поддерживаю, потому что у академического рисунка своя идеология. То, что я рассказываю у себя на канале, это не академический рисунок. Это такая свободная техника смешения разных стилей. И в моем случае применение растушевки оправдано. А во-вторых, есть множество других материалов. Например, угольный карандаш, пастель, которые даже в официальных, скажем так, академических техниках принято растушевывать. И раз я уже заговорил о других материалах, расскажу о том, что еще у меня есть, чем я еще пользуюсь и умею весовать. Первое, о чем уже рассказал, это угольный карандаш. У него отличие от обычного заключается в том, что вот этот центральный стержень сделан не из графита, а из угля. И потому у него совершенно другие свойства. Прежде всего, угольный карандаш имеет более насыщенный, более глубокий, темный цвет. Во-вторых, он не блестит. Это на самом деле большой плюс, потому что им удобнее работать, потому что тебе ничего не отсвечивает, нет никаких бликов, удобнее фотографировать работы. Но самый большой недостаток угольного карандаша в том, что он плохо скользит по бумаге. Не так хорошо, как графитный. Он такой как бы шершавый, что ли. И плюс еще он хуже стирается. За это я его не очень люблю, редко использую как отдельный графический материал, в основном в паре с пастелью. Как раз из-за того, что он не блестит. Теперь покажу свою пастель. У меня два набора. Один более профессиональный, Fiber Castell, серия Gold Fiber, не все правильное по-английски сказал, 48 цветов. Я его что-то сейчас не смог найти у себя, чтобы показать вам на обзоре, потому что давно им не рисовал, поэтому покажу просто картинкой. Второй набор у меня ученический, это пастель Sonnet. 12 цветов. Именно этой пастелью я делал 3D-рисунок бабочки. По ценам, кому интересно, первый набор стоил в районе 1500 рублей, второй вот этот 260 рублей, по-моему. Да, 260 рублей. По качеству, конечно, они не сравнятся. Кому интересна тема пастели, добро пожаловать в соответствующее видео, которое вы видите на экране. Там подробно мы рассмотрели свойства, виды пастели, и разобрали основные приемы работы с этим графическим материалом. Еще из графических материалов у меня есть вот такие цветные карандаши. Это акварельные карандаши. Кахинор, собственно, чем они от обычных отличаются, это тем, что они, во-первых, очень мягкие, но это нормально, потому что я люблю мягкие карандаши. Еще отличаются вот такой интересной фишкой. Если их намочить, то есть готовый рисунок, который у вас уже заштрихован, вот что получится. В общем-то, потому они называются акварельными, то есть ими можно нарисовать рисунок как обычными карандашами, потом размазать, например, влажной кисточкой и получить эффект акварели. Этот набор у меня новый, предыдущий уже стерся весь, если можно так сказать. Этот я специально для канала купил, то есть впереди вас ждут уроки по цветным карандашам. Вообще, что касается покупки цветных карандашей, советую вам на этом деле не экономить, покупать карандаши подороже, потому что разница между дешевыми и более-менее дорогими карандашами очень большая. Вот этот набор на самом деле не очень дорогой, всего лишь 800 рублей, 810 даже. На самом деле есть наборы с таким же количеством цветов, напомню, что этот набор 24 цвета. Так вот, наборы 24 цветов могут стоить и по нескольку тысяч рублей. Конкретно у Кахинора хорошие цветные карандаши трех серий выпускаются. Это серия красная, то есть вот такие коробки, она считается даже ученической. Потом есть синяя серия, это уже более профессиональные карандаши. И зеленая серия, профессиональные наборы, они обычно очень красиво упакованы в железные коробочки и стоят, соответственно, очень недешево. Для первого времени вот такого набора вам абсолютно хватит. Можно даже что-то подешевле купить. И если вы уже улечетесь карандашами, то уже там дальше все по нарастающей пойдет. Это были, в принципе, все мои графические материалы. Теперь расскажу немного о красках. Сначала гуашь. Вообще гуашь бывает двух видов. Это детская гуашь и художественная. Они отличаются тем, ну, если очень просто объяснять, в дебри не лезть, тем, что детская, она более дешевая и менее качественная. Гуашь выпускается либо вот в таких пластиковых контейнерах, либо в тюбиках, как масляная краска. Я использую набор художественной пастели Мастер-класс Невская палитра, 16 цветов. Очень доволен набором, мне он очень нравится. У него много градаций синего, целых три градации цвета. У него градации зеленых, тоже зеленого цвета, тоже три. Вот. Потому что вот эти цвета, синий и зеленый, они чаще всего используются для рисования пейзажей. И, например, вот с таким синим цветом, который чаще всего бывает в наборе, получить хороший голубой цвет, например, вот такой, очень сложно. Вообще, я считаю, что гуашь, это на самом деле очень недооцененный материал. Им можно очень по-разному рисовать. Можно, допустим, получить эффект акварели или масляной краски, если рисовать густыми мазками. Даже можно рисовать вот такие портреты. Это, кстати, портрет Юрия Никулина, кто не узнал. Теперь покажу вам масляные краски. Я тоже иногда маслом пишу. Ну, очень редко, потому что это затратное дело и по деньгам, и по материалам, по времени. Хотя, кстати, вот именно сам процесс рисования по времени, он получается даже более быстрый, чем рисование карандашом. Единственное, что масло, оно очень долго сохнет, обычно несколько дней. Ну, вот, собственно, мой набор. Конечно, лучше покупать масло отдельными тюбиками и только те цвета, которые нужны, потому что, несмотря на то, что в наборах очень много красивых цветов, бывают, допустим, различные перламутровые оттенки, особенно, если набор большой. Ну, большая часть цветов из набора, скорее всего, у вас использоваться не будет. Ну, вот, они просто будут лежать и сохнуть. Поэтому, их нужно покупать отдельными тюбиками и только те цвета, которые чаще всего вы используете, смешиваете. Для работы маслом, кроме самой масляной краски, вот этих тюбиков, нужен еще и растворитель, потому что масло, в отличие от гуаши, акварели, растворить обычной водой не получится. Растворители бывают разные. Я использую вот такой разбавитель. Это разбавитель тройник. У него очень такой неприятный резкий запах. Еще используют льняное масло очень часто. Также для работы маслом нужен тот материал, на котором вы будете рисовать. Это чаще всего холст, то есть масло пишут на холстах. Холст можно купить уже готовый, он даже может быть загрунтованный. Либо вы можете загрунтовать его самостоятельно. Обычно используют для грунтовки вот такие акриловые художественные грунты. Я именно вот этим грунтом чаще всего работаю. Вообще объясню, зачем нужна грунтовка. Во-первых, она изолирует тот материал, на котором вы работаете от воздействия масляной краски. Во-вторых, грунт обеспечивает хорошую сцепку с материалом. То есть агидезия есть такое слово. Загрунтовать можно не только холст, но и обычную бумагу. Сейчас я покажу вам одну из своих работ, которая выполнена маслом как раз на обыкновенной бумаге. Например, эта работа выполнена на обыкновенной чертежной бумаге от Кузнака. В принципе, выглядит она достаточно хорошо. Единственное, что сзади все испачкано от краски. Кстати, посмотрите на такой момент. То место, которое не загрунтовано, это обратная сторона не загрунтована. В тех местах, где краска с той стороны попала на оборот вот этот, видите, вот такой появился масляный след неприятный. Также художники, которые работают с масляными красками, очень часто используют различные лаки. Они нужны для того, чтобы покрыть работу после того, как она будет завершена, для того, чтобы ее подольше сохранить. У меня сейчас таких лаков нет, поэтому показать нечего, но есть вот такой лак-фиксатив. Я его использую для того, чтобы покрывать свои графические работы. Чаще всего покрываю пастель или уголь, потому что они очень сильно мажутся, сыпятся. То есть, если покрыть вот таким лаком, какую-нибудь работу, например, пастельную, она перестанет мазаться и дольше сохраниться. Когда-то пробовал фиксировать не специальными вот такими фиксативами лаками, а обычным лаком для волос. Мне не понравилось, потому что очень сильно коробит бумагу. А вот такой лак, по крайней мере, именно вот этот, который я попробовал, бумагу практически не коробит. В общем, всем, кто хочет сохранить свои работы, очень рекомендую. Только перед тем, как его использовать, советую на чем-нибудь потренироваться, чтобы не испортить работу. Еще по краскам у меня есть акварель. Такой вот набор, честно говоря, мне он вообще не нравится. До этого была Невская палитра, ее могу порекомендовать всем. Для акварели лучше всего использовать специальную акварельную бумагу. Она поплотнее чертежная, более рельефная, лучше впитывает воду, поэтому на ней рисунки получаются качественнее. Кстати, эту бумагу можно использовать и для рисования пастелью, и для рисования гуашью. Она тоже хорошо для этих техник и материалов подходит. Сейчас вам не могу, честно говоря, показать такую бумагу, потому что очень давно не рисовал акварелью. Но для того, чтобы рисовать красками, нужны кисточки. Тут у меня несколько штук. Есть небольшой набор. Тут кисточки колонок и белка. Это колонок, это белка. Они отличаются мягкостью. Белка более мягкая, а колонок более жесткий и упругий. Белка лучше всего подходит для акварели, колонок для гуаши, и есть еще более жесткие кисточки щетины. Они хорошо подходят для масла. Но я часто использую в одном рисунке разные кисти. Для масла очень часто использую колонок, потому что он более ровно пишет, а для гуаши иногда беру белку. Как видите, кисточки бывают также разной формы. Разных размеров бывает вот этот черенок. Вот этот окрашенный черенок мне, честно говоря, больше по виду нравится, чем вот такой не окрашен. Но это дело вкуса. Это, честно говоря, неполный набор. У меня еще есть кисточки, но это самые ходовые. Они уже очень потрепанные, им много лет, и я скоро их обновлю. Ну вот это основные материалы, которыми я владею, часто пользуюсь. Напоследок хочу показать то, на чем я рисую. Это мои планшеты для рисования. Сейчас у меня их два. Один вот такой магазинный. Это по-моему планшет из материала ДВП. Я сейчас его редко использую для записи видео, потому что он очень потрепанный. Помните, в одном из уроков по материалам для рисунка я говорил, что во время работы на планшете остаются полосы. Так вот, как это выглядит. На ДВП полосы убрать очень сложно, поэтому я не рекомендую вам такие планшеты покупать. Лучше купите планшет из фанеры. На этом у меня все. Это был обзор моих художественных материалов. Надеюсь, что это видео было вам чем-то полезно. Если это так, ставьте лайк. Скоро планирую сделать для вас новые уроки по рисованию разными графическими материалами наподобие урока про пастель. Пишите в комментариях, какие темы вы хотите в первую очередь увидеть. Постараюсь ваши комментарии, ваши просьбы удовлетворить. Я с вами прощаюсь. Желаю всем удачи, творческих успехов и увидимся в новых видео. Пока.